Всем привет, вы на канале СуперКит. Сегодняшнее видео будет немного веять ностальгией. И предлагаю вспомнить об устройствах, про которые я уже снимал видео, причем давно. Можно сказать, что это были одни из первых видео на канале. Это же было уже. Тем не менее, и гарнитура, которую когда-то переделывал от телефона Nokia под стандартный штекер 3,5 мм миниджек, используется иногда мною, когда хочу долго поговорить по телефону, а точнее по скайпу. Используется так же, как и устройство, в котором я скрестил пауэрбанк и блютуз гарнитуру. Я понимаю, что кто-то может сказать про существование беспроводных ушных затычек, которые позволят вообще жить без проводов. Но музыку я все равно слушаю со своего старого mp3 плеера Sony, а он не поддерживает передачу звука по блютуз. А ради нечастых, но очень точечно нужных случаев, покупать такое не хочется, тем более, что мне не нравится то, что нужно все время их заряжать. Ведь аккумуляторы в них крошечные, и это постоянно необходимо делать. И при моих разговорах, которые иногда и два часа бывают, совершенно точно буду сталкиваться с тем, что такая гарнитура будет разряжаться в самый неподходящий момент. А этот самый неподходящий момент будет наступать всякий раз, когда будет наступать полный разряд. Поэтому до сих пор для разговоров использую только проводную гарнитуру. Меня не столько напрягает провод у наушников, сколько то, что когда они будут нужны, я не смогу ими воспользоваться, так как они будут разряжены. Блютуз гарнитура разве что ради домашнего использования, но для такого использования хотелось бы накладные наушники, либо еще лучше полностью закрывающие уши. Поэтому я сделал когда-то совмещенный вариант подобной гарнитуры с мощным аккумулятором. Кинул в карман, под одеждой провел провод, вставил свои проводные наушники в уши, и можно пользоваться месяцами на одном заряде. А телефон в это время лежит в месте лучшего приема инета, либо на зарядке и вещает мне через блютуз. Тогда я отрезал провода, а сам приемник разместил на коробке для аккумуляторов 18650 для самосборного пауэрбанка. Наверное, такими коробками Алиэкспресс до сих пор завален. Такой способ сделать пауэрбанк когда-то был очень популярным. Но вот спустя пару лет использования, кнопки у остатков блютуз гарнитуры сломались, и так я это все и забросил. Купив готовый вариант с миниатюрным аккумулятором и гнездом под наушники 3,5 мм миниджек. Опять же, попользовался какой-то период, столкнулся с прогнозируемой проблемой быстрого разряда из-за маленького аккумулятора, и, понятное дело, пришел к тому, чтобы заменить этот приемник. Тем более, что аккумулятор окончательно сдох, и устройство вообще не включалось, а при попытке зарядить не подавало признаков жизни. И в первом случае, и во втором есть микрофон. Это же типа как часть гарнитуры, но он мертвый в обоих случаях. Если честно, то жаль, ведь неплохо было бы иметь и беспроводной микрофон. Однако наушники мне явно нужнее, поэтому отказываться от идеи использования данного аппарата не планирую из-за низкого качества микрофона. Что касается коробочки для Powerbank, то я здесь вывел сначала одно гнездо под наушники, потом второе, так как понял, что иногда это нужно. При этом гнезда поставил 4-х пиновые, припаявшись к микрофону, с расчетом на то, чтобы подключить проводную гарнитуру. И тогда вроде как микрофон должен был быть ближе, так как он был на проводе гарнитуры, а значит лучше работать. А чтобы один из микрофонов, в случае подключения двух гарнитур, можно было выключить, я поставил маленькие тумблеры, чтобы можно было выключить конкретный микрофон. Но именно эта часть работы была проделана зря. Меня в микрофон все равно плохо слышно, видимо эти гарнитуры это не тот случай, чтобы их использовать для разговора. А вот то, чего я точно сделал не зря, это еще один USB-порт, который напрямую подходит к аккумулятору 18650, что дает мне возможность получить напряжение 3.7 Вольта. Например, для подключения отдельно взятого устройства, работающего от такого напряжения. Это может быть любой телефон, у которого своего аккумулятора нет. После выпаивания старой гарнитуры, новую закрепил также. Основной крепеж это пластиковая стяжка. А для того, чтобы одна часть не шаталась относительно другой, использую термоклей. Поверьте, этого достаточно с точки зрения крепежа, ничего не отвалится. Я это протестировал в весьма брутальных жизненных условиях. Так, с прошлым вариантом, я горцал по заводу в рабочей одежде, а неоднократно опираясь на карман, в котором лежал мой супердевайс, ничего не сломал. Конструкция абсолютно надежна. Насчет внутренности, в этот раз я проигнорировал возможность выводить микрофон, так как признал, что это бесполезно. Этим упростил себе задачу в работе с меньшим количеством проводов, а также из-за этого получил более красивый расклад внутри этой коробочки. В чем еще плюс этого ремонта, кроме того, что я возобновлю работу этого устройства? Новая гарнитура стерео, а старая моно. Да и звук качественнее у новой. Также, хотя мне это не сильно и нужно, я получаю третий разъем под наушники. Кнопки на новой выглядят более долговечными. Единственное, что я все-таки в полость, которая получилась после извлечения аккумулятора, решил подложить свернутую бумагу, чтобы при сильном нажатии на кнопку не продавить плату и не сломать ее. Как можно заметить, у заводского варианта, который я прикрутил к Powerbank, также есть свой microUSB разъем для заряда аккумулятора. И сейчас он по-прежнему может работать, но заряжать через него бессмысленно, так как там контроллер на очень малый ток в сравнении с тем, который нужен для относительно быстрого заряда аккумулятора 18650. А если заряжать через разъем Powerbank, то ток заряда будет 1 А. Мой аккумулятор 18650, пусть и просевшись годами, в таком случае заряжается до 3 часов. Это вполне приемлемый вариант. А вот и пример использования аккумулятора без контроллера Powerbank. То есть напрямую, о чем я и говорил ранее. Аккумулятор у моего старого телефона симмонса 50 сдох давно, поэтому я подпаяю провода к соответствующим контактам. Раньше я использовал для таких проверок сим-карт другой аппарат Samsung. Но он менее удобный, хотя и рабочий по-прежнему сейчас просто лежит в коробке. Провод зафиксирован термоклеем. В крышке пропил под выход провода, чтобы можно было ее плотно закрыть. Для постоянных проверок сторонних сим-карт, а у меня такие бывают регулярно, их срока жизни, активации, некоторых услуг, Siemens A50 прекрасно подходит. Можно немного поностальгировать тем, кто все это застал. Продолжение следует... 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 Этот адаптер также неоднократно фигурировал в разных видео. И вот при сопряжении и управлении кнопками, про что я только что рассказывал, на экране телевизора даже всплывает графическое изображение действий с кнопками. Несмотря на то, что теперь можно получить удобную опцию беспроводной передачи звука, мне не придется отказываться от моих наушников, которые постоянно использую для плеера. Также это устройство совершенно точно позволит совершить начатое действие, поскольку посмотреть что-то весьма длительное хватит лишь 1% заряда от аккумулятора 18650, что не сможет привести к его полной разрядке. Даже если еще до начала использования его заряд и так был на низком уровне. А любой простенький USB тестер позволит быстро и легко оценить уровень заряда аккумулятора, если подключить тестер в новый USB порт. Только заряженный аккумулятор должен быть до 4,2 вольта, а разряжен для меня это 3,5 вольта. Это все конечно без нагрузки. Я до меньшего напряжения не довожу, хотя с точки зрения потенциального вреда, в интернете пишут про совершенно разные напряжения, в том числе и про 2,5 вольта в качестве минимального. Здесь я ориентируюсь по отображению уровня заряда на телефоне. Как видите, прошивка телефона считает напряжение 3,5 вольта, как уже достаточно низкий заряд. Так что мои представления не из потолка, в то время как отметки в 100% соответствует напряжение около 4,2 вольта. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok